Победа со вкусом романтики. Как прошел матч сборной Кыргызстана и Бангладеша? Стоит ли ждать снижения цен на бензин? И что известно о крупном пожаре в лесу Чуйской области? Ответы на все вопросы в блоге, кстати, прямо сейчас. 2 сентября Ахшумкар со счетом 1-0 обыграл команду Палестины. 5 сентября палестинцы с результатом 2-0 оказались сильнее бангладешцев, а вчера, 7 сентября, прошла заключительная игра Кубка. Для победы в турнире кыргызстанским футболистам достаточно было сыграть в ничью, но они обыграли соперника со счетом 4-1. На стадионе во время матча между кыргызстанцами и бангладешцами было сделано предложение руки и сердца. В конце первого тайма на восточной трибуне был развернут огромный плакат с надписью «Джибек, ты выйдешь за меня». Болельщики начали скандировать имя «Джибек». Девушка смотрела матч с западной трибуны. Джибек согласилась выйти замуж. Слушай, а ловко ты это придумал. Так сборная Кыргызстана стала победителем Кубка трех наций. Товарищеский клуб проводился в Бишкеке в рамках подготовки к отборному этапу Кубка Азии 2023. В социальных сетях кыргызстанского сегмента активно распространяется видео, на котором мужчина очень эмоционально реагирует на повышение цен на ГСМ. Я понимаю, если везде было бы. В Казахстане точно такие же цены, как и были 2-3 года тому назад. В России дешевле в половину. И до какого еще нам дать, что будут цены расти? Предпринимайте меры. В частности, он выражает недовольство в адрес властей, которые не предпринимают определенных действий, чтобы цены на ГСМ не росли. В качестве примера мужчина приводит Казахстан, где цены на топливо не растут последние несколько лет. А в России бензин стоит в два раза дешевле. Напомним, на протяжении последнего года цены на топливо в Кыргызстане постоянно растут. И это не предел. С сентября нефтетрейдеры Кыргызстана будут получать бензин с учетом установленной в России пошлины на экспорт. Да нет, конечно. Сегодня, 8 сентября, в эфире Беринч-радио, исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канадбек Эшатов заявил, что рост цены бензин в рамках ЕС коснулся в первую очередь Кыргызстана и Армении. Из-за того, что страны не производят ГСМ и зависят от импорта. Спасибо, друг. Так мне все понятно объяснил. Что касается импорта бензина в Кыргызстан, то уже четвертый год правительства Казахстана и Кыргызстана обсуждают заключение соглашения о беспошлиной поставке ГСМ из Казахстана. Но оно до сих пор не подписано. Пожарные и местные жители продолжают тушить пожар в лесу в Кеминском районе. Возгорание началось вчера в лесу в районе села Кубджар в Чонке Минской долине. К тушению огня привлекли пожарных сотрудников службы лесного хозяйства и даже местных жителей. Накануне в МЧС сообщили, что общая площадь возгорания около 40 гектаров. Сегодня в министерстве сообщили, что пожар вспыхнул в сосновых и можжевеловых барах. В МЧС отметили, что пожар возник из-за халатности и равнодушия людей. Тушение пожаров в этих суровых условиях требует больших усилий. Спасателям приходится преодолевать десятки километров пешком. Из-за засухи лесные и горные склоны пересыхают, тем самым повышается риск возникновения пожаров. Просим соблюдать пожарную безопасность. В противном случае даже небольшой огонь может перерасти в стихийное бедствие. Мы также будем очень осторожными и будем беречь друг друга. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свои мнения в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Субтитры создавал DimaTorzok